Приветствую вас. Как мне видится, ваша проблема заключается в том, что, во-первых, вы не чувствуете себя в безопасности, во-вторых, у вас нет лишних границ, в-третьих, вы не уверены в себе, и в-четвертых, вы не принимаете себя такой, какая вы есть. В-пятых, я полагаю, что у вас есть некие проблемы с родителями, которые, скорее всего, для вас не являются мужчиной и женщиной. То есть, они для вас папа-мама, но не проявляют своего гендерного поведения. По крайней мере, вы своих маму и папу в гендерном проявлении, в гендерной роли, скорее всего, не видели. В частности, я полагаю, что вы с папой и мамой близки, но близки вы с ними именно как дочь и родитель, не как человек с человеком, не как личность. И личность, и уж тем более, не как женщина-женщина, например, по отношению к маме, например, и как женщина и мужчина по отношению к папе, например. Вот. То есть, просто для интереса, эксперимента ради, попробуйте у мамы спросить совет по поводу того, как вам, ну как на вас, например, смотрится там, грубо говоря, платье какое-нибудь, да, или там что-нибудь еще. Спросите у папы, как вы выглядите. Вот. То есть, чтобы он не говорил просто, вот знаете, там, ты самая красивая, моя доченька, да, чтобы он не так говорил, а чтобы он сказал именно, нравится ли ему или нет. Маме нравится, нравится ли, нравится ли вашей маме или нет. Понимаете? Вот это то, что вам нужно сделать. То есть, это такие вот проблемы, такие вот, значит, трудности у вас возникают, да, то есть, проблема безопасности, это личные границы, это правила, проблема уверенности в себе, это, соответственно, постановка своей деятельности, постановка целей, постановка поведения, поведения и, собственно, ориентирования в жизни. Принятие себя это то, что вы считаете в себе плохим, недостойным и так далее. Здесь очень возможно влияние ваших родителей в том плане, что они, имея желание вас защитить от возможных проблем, скорее всего, подавили вашу женственность, подавили вашу уверенность, подавили вашу инициативность, и тем самым сделали из вас такого вот неуверенного в себе человека, который сейчас, собственно говоря, страдает. И дело здесь совсем не в том, что у вас там были когда-то мальчики, которые над вами смеялись и так далее. Дело именно в неуверенности в себе. Потому что, ну, вряд ли есть человек, который никогда не подвергался насмешке. Вряд ли есть человек, над которым никогда не смеялись. Но далеко не все люди боятся так, как это делаете вы. Вот. И надо сказать, надо сказать, что боитесь взаимодействия с молодыми людьми вы не случайно. По моему мнению, вы боитесь потому, что вы получили запрет от своих родителей на взросление. Вам 21 год, а пишите вы, как будто вам, ну, лет 16-14. Вы пишите, что заканчиваете вуз, но при этом в плане построения предложений, в плане семантики, в плане смысла, текст у вас получился достаточно сбившим. И никак у выпускника вуза, я, конечно, не знаю, в каком вузе выучите, если на кого, но тем не менее. Тем не менее, вы же как-то пишите работы, да, то есть контрольные и курсовые, дипломные, по идее, должны писать сейчас. Вот. А нет ощущения, что вы этим всем занимаетесь. То есть у вас есть запрет на взросление. И с этим тоже нужно работать. То есть для ваших родителей, вот вы пишите, что помогаете своим родителям. Ну, смотрите, у вас сестра, да, я не знаю, сколько ей лет, вы не написали. Но, смотрите, я не думаю, что ваши родители слишком-вслишком старые. То есть даже при самом пессимистичном раскладе, если они родили вас в 40 лет, когда им было 40, сейчас им всего лишь 61 год. То есть это такой, достаточно, ну, такой крепкий среднячок у родителей. Знаете, какая история. И мне кажется, мне кажется, что помогать им совсем не надо. А мне кажется, что не нужно им помогать. Наоборот, не помогайте им. Общайтесь с ними, взаимодействуйте, если хотите, но не помогайте. Потому что помогая им, вы становитесь той самой маленькой девочкой. Потому что с ними вы только и можете быть как маленькой девочкой. Вот. Это лишает вас выбора. А, естественно, в этом возрасте уже пора задумываться об отдельном проживании. О чем мыслей у вас нет. В этом возрасте, ну, надо думать о работе и о карьере. О чем мыслей у вас тоже нет. При этом у вас мысли о семье и об отношениях. Зачем? Для чего вам семья? Для чего вам отношения? Чтобы что? То есть вы хотите, видите, стать частью чего-то большего. Вы не хотите расти, не хотите развиваться, не хотите работать, не хотите достигать успехов. Не хотите личностно двигаться вперед. Вы хотите просто стать частью чего-то общего, частью семьи. Хотите влюбиться. Да? Например. Вот вы говорите, а что отношения? Для чего? Хочу иметь семью и семью в будущем. Зачем? А какая вы женщина, Ольга? Вот какая вы женщина? Что вы представляете из себя как женщина? Уверены ли вы в себе человек? Знаете ли вы чего вы хотите и куда вы идете и чего вы добиваетесь? Как вы воспринимаете мужчину? В данном случае мужчину вы воспринимаете как средство достижения своих целей. Как средство удовлетворения своих желаний. Например, например, потребность к безопасности. Но мужчины это не те люди, которые должны давать вам вот это ощущение. Вы сами себя обеспечиваете безопасностью, сами себя обеспечиваете уверенностью. А с другими людьми только партнерствуете. Вы партнер в отношениях. Понимаете? Даже если вы выбираете ведомые отношения, ну то есть где вы ведомы, в этом нет ничего плохого. Но в этом случае нужно точно знать, что я этого хочу и готов оплатить за эту цену. Понимаете? И делать что-то для этого. Для того, чтобы быть ведомой в отношениях. То есть я сознательно выбрал для себя эту позицию. И я сознательно к ней иду. У вас этого нет. Понимаете? Я сырую все проблемы. Я сырую все проблемы. Вот. Смотрите. Вот. По поводу текста, да? У меня такая проблема. Запинда. Я почему-то боюсь отношений. Опять же, я не придираюсь к знакам припинания. Сам, как бы, пишу. Вообще без наглого припинания. Но. Смотрите. Да? У меня такая проблема. Запятая. Я почему-то боюсь отношений. То есть выпускник вуза пишет. Да? Вот. Почему? Это детскость. Я не обвиняю вас. Это детскость. Как я начинаю общаться с противоположным полом. Соцвети живое общение. Мне кажется, что я как-то неправильно общаюсь. А как правильно? Как правильно нужно общаться? Кто сказал, что есть правильное, есть правильное? Нет такого. Откуда это вот это, опять же, детское поведение? Ты правильный мальчик. Ты правильная девочка. Ты правильный ребенок. Да? Ты неправильный. Ты плохой. Ты хороший. Откуда это детское такое одномерное восприятие реальности? Понимаете? О чем я говорю, что вы не повзрослели. Нет градации контекста. Знаете? Опять же, наводит вопросы о том, как вы учитесь. Могу что-то сказать, не подумал. Ну и что? Потом думаю, зачем я так сказал, а надо же было так ответить. Вы себя внутренне обвиняете. Вы обвиняете внутренне себя. То есть у вас нет гармонии внутри себя. Поэтому вы не можете отношения построить. Знаете? Вот кто говорит, посредством кого вы преследуете себя внутри? Зачем я так сказал? Вот вы посмотрите, треугольник Карпен. Да? Вот. Кто говорил вам это в детстве? Кто обвинял вас так? Такое чувство возникло у меня в подростковом периоде, сохранилось до сих пор. Все началось так. Потому что вы его не пережили до конца. Да? Не извлекли выводов, выводов. Не прожили. Все началось, когда понравилось. Вот видите, когда я понравилось. Это очень бросается в глаза. Особенно при условии, что вы выпускник вуза. Так. Одному мальчику он передал это через сестру. Сейчас подробно не помню. Видите? То есть вы даже не помните, с чего все началось. Он попросил номер телефона, а тогда еще не были так популярны в соцсети. Я конечно сказал, нет, не давай, мне это не надо. Почему? Видите? Почему нет? Если вы были уверены в себе, вы бы сказали, да конечно, давай, почему нет, пообщаемся. Но вы уже тогда не хотели. Боялись. Чего боялись? От того, что маленькие девочки в отношения не вступают. Так, она как сестра не дала номер, но раз я так попросила. Ну и, собственно, лучше бы дала, чтобы вы получили опыт. Мне конечно было приятно, что мне заинтересовался мальчик, и в то же время я от него бегала. Боялась, что не умею общаться с мальчиками, которые относятся к тебе не как другу. Почему? Потому что нет взаимодействия с отцом. Адекватного, на равных. Да? Что страшного в том, что относятся не как другу. Потому что в этом случае вы женщина. А вы не женщина, потому что женщина, вы не подрослели до женщины. Не чувствуете себя женщиной. Пришли на каток, сестра увидела, что он там ушла домой, чтобы не общаться. Ну вот, понимаете, да, о чём я говорю? Это вот текст, да, ребёнка. Не того, кто заканчивается. Закончилось это не тем, что... Закончилось это не тем, что мальчик отстал потерял интерес. Вы понимаете? Да, не тем. Ну тем, на данном случае. Что мальчик потерял интерес, естественно. А вы сразу подумали, что вы такая плохая. Опуская, что вы сами его оттолкнули, по сути. Вот. Это первое. Второе. Вы не умеете общаться с мальчиками. Окей. Как научиться? Только общаясь с ними. И общаясь, вы будете совершать ошибки. Но вы боитесь ошибок. Почему? Потому что у вас к ним негативные отношения. Из-за чего? Так воспитали родители. Так. Смотрели друг на друга. Переглядками. В глубине души, наверное, смеялись. Но лично я. Какая глупая ситуация. От чего глупого? По-моему, абсолютно нормально. Предложения поступали. Надо только развить было, чтобы общение переносло. Но я почему-то боялся. Типа смеяться надо мной будет или что-то. Я же никогда с мальчиками не общался. Не знал, о чем говорить с ними. Так правильно. Но мальчики – это не чужая планета. Понимаете? Что-то и дело, что здесь нужно анализировать ваши отношения с родителями и ваши отношения с ним… Эээ, отношения между родителями и ваши отношения с ними – это первое. Второе. Развивать кругозор, потому что мальчики – это те же люди. И, так сказать, гендер, да? То есть мужское и женское поведение начинаются далеко не сразу. Вот. Ну и по поводу того, что… Как бы, от чего страшного? Например? Почему для вас так страшно на смешку получить? Это неуверенность в себе. Это потребность в одобрении. Это потребность в подтверждении того, что я там хороший, наверное… А это что такое? Это детскость. Опять же, это детскость. Потому что иначе вы бы знали, что оценка других людей… Субъективно. Крайне субъективно. Всегда. Эээ… Так. Друзья-мальчики были, играли вместе при таком общении, все нормально. Ну, я говорю, вы не хотите возрослеть. В данный момент я заканчиваю вузы, живу в большом городе, встретить никого не могу. Только у вас же были друзья-мальчики. В чем проблема? Почему вы с ними не общались? Много пишутся в сетях. Давай познакомимся. Я вроде начинаю общение, а потом не знаю, как продолжать, о чем общаться, и прорываю. Эээ… А вы можете общаться-то вообще? У вас есть… О чем общаться? У вас есть кругозор? Вам что-то интересно, а что-то нравится, что-то вы могли бы обсудить. Эээ… Дальше. Интересно, почему пишут вам, кстати, именно в соцсетях, а не вживую. Я человек не очень доверчивый к людям. Правильно? Потому что вы не принимаете… Не принимать… Не принимать… Не принимать себя. Ээ… Доверие возможно тогда, когда человек принимает себя сам. Эээ… У меня есть подруги в учебе, на них можно положиться проверенным в дружбе. Все нормально, понимая друг друга общественно. Пока не было ситуации, чтобы я поняла, что они настоящие друзья. Нет настоящих друзей, Ольга. Знаете? Нет настоящих друзей. Есть просто люди, которые в данный момент друзья. Настоящие друзья – это миф. Опять же детское обсуждение. Опять же мифическое мышление. Я поняла вам. То есть, как бы, не безусловное принятие человека, да, а некая такая временность. То есть, вот он сейчас такой, вот посмотрим, что будет дальше. Ну вот вы и живете, как будто вы временно. Эээ… Боюсь предательства, наверное, опять же нажмечка какой-то. Почему? Почему боитесь предательства? Потому что, а. Потребности, б. Недоверие, непринятие себя. То есть, если вас предадут и будут насмехаться, значит, что вы плохая. А с чего вы решили? Так? Почему так думаете? Да? Это тоже детское поведение. Если надо мной смеются, значит, я виноват. Это эгоцентритм. Вы не переросли еще эгоцентритм. То есть, он нормальный. Но вы в нем, как бы, застряли. Вот. Я так думаю, что по причине того, что родители, ну, как родители с вами общаются. То есть, я боюсь общаться с парнями, я им не рассказываю. Я им говорю, вот тут мне пишут, общаться, не общаться. Не знаю, зачем мне этот соцсет, ни к чему не приводит. Это было такое. Ну, то есть, короче, избегайте защищать. Защищайтесь, но вообще странно, что вы говорите о том, что вы не рассказываете парням о том, что боитесь. Было бы странно, что вы говорили им об этом. Вот увидеть где-нибудь, значит, мероприятие и влюбиться. Но это не работает так. Ольга, вы сами это понимаете. Что это не любовь, это страсть. Это идеализация. Это импринтинг, по сути дела. То есть, импринтинг, это когда вы принимаете целостный образ из прошлого. Занимаюсь учебой, гуляю с подружками, дополнительно никуда не хожу. Ну, в принципе, с подружками гулять это достаточно. Главное, что в этом, в этом, ну, там были мужчины. Я люблю рисовать, если есть время рисуют. Так, ну, про надетели я сказал. То, что вы творческий человек, это здорово. Скорее всего, это уклоняет задачу, потому что вы человек в себе. Вот, тем не менее, творчество это не означает, что вы должны себя как-то зарывать, закрывать, поэтому здесь нужно тоже работать. Особо никакие места не хожу, но не в тусовщике я. Дело не в тусовках, а в том, что вам надо ходить, куда вам интересно. Например, в клубку художников там. Моя подружка говорит, что нужно записаться куда тебе интересно, возможно, там кого-нибудь встретишь. А для чего? Понимаете? Для чего встретишься? Зачем? Я вот думаю, я тебе предлагаю всегда встретить этого человека, но мне кажется, с этой мыслью нельзя. Ага, вот тот или вот тот. Это правильно. Я понимаю, что об этом не надо думать. Ты предлагаю заниматься тем, что тебе нравится, но все равно мне эта информация лезет в голову. Потому что это потребность. Это потребности. И вы их подавляете себе, эти потребности, не реализуете их, так как нужно. Я хочу отношения, так, но об этом я говорил. Построение общения, построение отношений, а вот построение отношениями, проблемы, боюсь и все, что вообще не какая-то такая. Ага, вот. Просто вот понимаете, насколько тяжело читать ваш текст, непонятно совершенно, что вы пишете. Знаете? Да ладно, если вы не учились, я бы понял. Но вы учитесь. То есть как бы это странно. То есть насколько вы вот вообще учитесь, насколько это ваш выбор учебе. Насколько учеба вам важна, что вы участвуете и заканчиваете учебу, думаете о парнях. То есть ладно, если у вас было бы сексуальное желание, то это нормально. То есть в молодости, в вашем возрасте нормально там встречаться с мужчинами с пацанами, там иметь какие-то, ну, такие, знаете, не обременяющие отношения. Это нормально. Ага. И все. Все. А вы 21 год хотите отношений с семьей. Я думаю, что вы склонны к тому, чтобы вот смотреть на мужчин старше вас, гораздо старше. Обычно это так бывает. А я понимаю, что начинается сообщение, куда деть этот страх, не знаю. Мне даже сердце биться внутри начинает сильно прям. Ну, сердце бьется от волнения, а волнение это означает гипермотивацию, сверхмотивацию. Страха никуда делать не нужно, его надо раскрывать, раскрывать, что за ним стоит и смотреть, какие желания вы себе подавляете. Потому что по сути дела речь идет о том, что страх это сбивающее желание, сбивающее посыл, сбивающая коммуникация в вашем сознании, которая говорит, ты не должна, ты не обязана, ты не имеешь права. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание на игру, психологическую игру. Дано, во-первых. Во-вторых, игра. Ты отдаляешься, я приближаюсь. Ты приближаешься, я отдаляюсь. Вот. Обратите внимание на игру «Родительский комитет». Я думаю, что вам это знакомо, вы обсуждаете мальчиков. Вот. Причем, причем интересно, что... Говорите вы именно про мальчиков, что они для вас мальчики, не мужчины. Слово «мужины» вы не использовали, а значит, есть обесценивание мужчин. Вот. Что, как бы, тоже имеет определенное основание. А мужчины это кто? Это ваш отец. Недостижимый, сильный, идеализированный. Ну, потому что вы же ребенок. И вы будете искать себе такого мужчину. Подпознательно уже ищите. Вот. Но это чревато проблемами. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok